Всем привет! Меня зовут Рами Кафаров, гид по ослам. И сегодня у нас будет видео про то, что растет на нольверских дачах. Я об этом как-то заикнулся и решил выполнить обещание и заснять на эту тему коротенькое видео. Сейчас я нахожусь на балконе своей дачи, или хитта, как это звучит по-норвежски. Мы ее купили пару лет назад, и после, скажем так, первых двух лет владения дачи, где все мысли о том, что там подкрасить, здесь подкрасить, пошли первые мысли, может быть, что-то посадить. Как-никак советское прошлое, менталитет, оно сказывается. И вот я вам покажу свой участок, что тут есть, и вообще, что растет на нольверских дачах. Сегодня у нас 13 сентября. Наверное, один из последних таких вот летних деньков, когда температура днем прогревается почти до 20 градусов. И я знаю по прогнозу, что в последующие дни уже становится значительно холодно, а по ночам будет даже 5 градусов тепла. То, что я вам показываю, это вид с балкона. Если вам слышны вдалеке колокольчики, это пасущиеся овцы. А вот это вот зелень... О, я вижу, солнце попадает в кадр. Да. А вот это вот зеленое поле, это пастбище, где иногда пасутся коровы. У меня один из соседей это... Я его называл помещиком. В общем, он выращивает мясные породы коров. И они иногда здесь прогуливаются. Ну и как говорится, лирическое отступление. А сейчас мы пойдем с вами смотреть на мой участок. Кстати, вот уже отсюда его видно. Вот это вот косой забор. Он даже моя тень. Вот он я. Привет. И он уйдет куда-то туда. И сейчас пойдем, покажу вам с другой стороны участок. Вон там где-то вдалеке видно домик с окошками. Где-то там граница моего участка. Сейчас спустимся вниз и по нему пройдемся. Так, что же растет на норвежских дачах? Как правило, ничего. То есть мы с вами, я имею в виду русскоязычные, которые выросли, или помните еще Советский Союз. И вот эти все дачи, огороды, где нужно прийти и горбатиться, это там. Здесь же в Норвегии дача. Вот, кстати, домик. Используется как база для отдыха. Место, откуда можно пойти в походы. И вот мой участок. Сейчас вы видите перед своими глазами. Вот то, что вот эти вот кусты, это естественные насаждения, если можно так сказать. Это черника. Кстати, в этом году была знатная черника. Сейчас попробуем найти его. Вот, пожалуйста, видите. До сих пор осталась на кустах. Это середина сентября. Она еще не упала. Тут много черники. И сейчас покажу вам еще кусты-брусники. С точки зрения, что здесь можно посадить. Во-первых, надо учесть, что здесь очень большой склон. По стене дома, пожалуйста, видите, какой сильный склон. И сложность тут в том, что, посмотрите, вот это, это камень. Это скала, на которой довольно тонкий слой почвы. Я еще не знаю, что здесь может расти. Смотрите, сколько камней. Просто вот валяются камни. То есть, устроить здесь огород, сажать тут помидоры и так далее, это, честно скажу, большой-большой вопрос. Я уже посадил в прошлом году облепиху. Три куска. И, надеюсь, в следующем году у меня уже будет какое-то урожай. Потому что в этом ничего особенного не было. Кстати, вот, посмотрите. Здесь у меня течет регулярная вода. И обнажилась скала. Но я даже думаю, может быть, отвезти как-то сточные воды по-другому. Не сточные, а дождевые. Потому что, если размоют мне все, так это будет ничего хорошего. Сейчас пойдемте с вами на другую часть, где когда-то были деревья. Кстати, деревья, которые растут на моем участке. Конкретно то, что я вам сейчас показываю, это дуб. Вдалеке, я в шутку называю памятник предыдущей цивилизации. Это уличный туалет, как видите. Конструкция универсальная, международная. Везде одинаковая. Единственное, что какая там, как бы, скажем так, проблема, в том, что там нету ямы. Там скала. И все, что выпадает, наверное, когда-то у предыдущих хозяев собиралось ведро или куда-то. Я не знаю. Не пользовался. Пойдемте наверх. Я вам покажу, что здесь осталось, досталось нам от людей. Это то, что когда-то тут были наверняка, я не знаю, сосны, березы. В общем, остались ступеньки. И вот на этом кусочке я думаю посадить свои плодовые деревья. Я уже послал запрос. Послал запрос в фирму, которая выращивает и продает деревья. И они мне уже посоветовали некоторые сорта. Смотрите, что это такое. Это брусника. В этом году ее тоже много. Но я пока что не сообразил, что сделать. Если будут какие-то идеи, буду рад от вас услышать. Потому что в интернете навалом всяких рецептов и все остальное. Но, как говорится, непроверенная информация. Я не знаю, от чего и что. Вот, посмотрите, вот эти вот оранжевые шарики. Это ландыши. Знаете, летом, не летом, ранней весной здесь все-все цветет. И вот мы с вами потихонечку идем по участку. Вот. Здесь даже какие-то камни. Наверное, в доисторические времена пришли с горы. И пеньки. То есть, по идее, место для деревьев есть. Надо будет решить только точно, какие и что. И да, участок непонятной формы. Это не прямоугольник. Там какой-то угол. И за ним, видите, вот этот забор. Это уже чей-то лес. К моему удовольствию его не вырубают. Тьфу-тьфу. Надеюсь, его не будут вырубать. Надо еще подстучать по дереву. Тут любят делать такую вырубку. И на дрова, или еще на что-то. О, смотрите, какой мох. Тоже растет на участке. Все-таки северный климат. Так. О, смотрите. Мы здесь вообще черники не собирали. Знаете, сколько много добра пропадает. И отсюда обалденный вид. Просто обалденный. Красота. Мы на высоте 450 метров. Примерно полтора часа езды от Осло на север. Кстати, тут есть еще интересная вещь. Покажу вам. Не знаю, знакомы вы ли. С электрическим забором. Ой, нет, дальше не пойду. Тут куча черники. Не хочется ее давить. Вот. Если видите такой синеватый провод. Сейчас. А, вот здесь еще лучше всего видно. Синеватый провод. Это когда коровы или овцы сами пасутся. Чтобы они не заходили на частную территорию. Это мой сосед-помещик. Хозяин коровы. Он все это огородил. Чтобы не было потом никаких проблем. Вот и все. Ну что ж. Я надеюсь, было вам интересно. И мира вам. Здоровья. До новых встреч в эфире. Или, ну, если приедете в Осло, пишите. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.